Фойе досугого центра «Юность» поселка Петровская оживленно, как перед концертом или спектаклем. Но в этот раз жители пришли на прием к представителям администрации округа, задать интересующие их вопросы. Встреча с населением в формате выездной администрации в территориальном отделе «Горки и Ленинские» прошла впервые. У нас 9 населенных пунктов находятся в нашем отделе, и в каждом населенном пункте есть какая-то проблема. Где-то это водопровод, где-то это отсутствие канализации, где-то это содержание дорог или жилого фонда, работа участковых. Начальник терротдела Светлана Литвинова отметила, что для местных жителей это большое событие и прекрасная возможность получить разъяснение по многим волнующим темам. После приема начальника в управлении службы с жителями пообщался глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Много вопросов поступило от жителей ЖК «Май». Рядом с нами практически вот забор в заборах, огромная промзона. Это второй будет как раз. Да, вот. И там в этой промзоне неизвестно что. Там сейчас арендатор, субарендаторы. Нас постоянно травят, там постоянно что-то жгут. Выездная служба экологии к нам приезжает именно тогда, когда ничего не жгут. Это бывает крайне редко. Вот. То есть нам сказали, что это полученные остатки, хотя мы периодически чувствуем запах и проводов, и мусора. Буквально на той неделе я встречался с бенефициарами владельцами территории этого тройного застройщика, который планирует как раз застраивать вот этот кусочек продолжения вашего комплекса «Май-2». Они уже подали концерт на согласование в Московской области. Концерт уже есть, я его также уже видел. Мы этот концерт также согласовали. У нас ЖК молодой, и в нем проживает огромное количество детей и молодых семей. При застройке ЖК, к сожалению, у детей нашего ЖК отсутствует полномасштабное спортивное поле, где они могли бы играть. Человек или он появится, который будет вести секции, например, футбол или еще что-то. Вас же конкретно, наверное, что-то интересует, правильно? В футбол, может быть, хоккей, может быть, еще что-то, может быть, спортивным и тренажерами заниматься. Соответственно, какой-то человек, кто будет ответственен за нахождение детей, потому что у нас часто такие вопросы возникают. И, может быть, в таких рамках. Тогда вам поручение продумать и хорошо рассмотреть на прошлый год. Татьяну Денисову, старосту деревни Пуговичина, волновал вопрос о замене детской площадки. Изучите, пожалуйста, возможность выделить деньги. Я вам писала письмо, вы мне давали ответ на детскую площадку. У нас она в крайне аварийном состоянии. В прошлом году два ребенка получили травмы. У нас тоже много молодых детей, много детей. В этом году родилось много детей. Детей вообще много. У меня у каждого грибнуто. Мы ходим на детскую площадку, чтобы нам в этом году заменить детскую площадку. Мы точно, системно взяли вашу площадку в работу, внесем ее в список. И на следующий год будем планировать ее модернизацию, а может, полную замену. Во время встречи Станислав Каторов, а также его заместители и руководители структурных подразделений ответили на многие вопросы. Некоторые обращения были взяты на контроль и будут проработаны в ближайшее время. Наталья Буслаева, Алексей Астафоров, Гульнара Балаева, Видное ТВ.